Зенит Санкт-Петербург С Голландией и Эстонией То там 9 футбольных Мария Дегурова делала все, что могла Вот подача в штрафную Опасная и забивается гол Забивается гол Смотрим на судей Судей ничего не показывают И судя по всему Это Кристина Машкова Или все-таки Анна Беломыцева Мне показалось, что футболистка Под 14 номером этот мяч забила Разберемся, кто стал автором мяча Вот как раз и Машкова, и Беломыцева бегут Да, Машкова просто в касание Аккуратно Подставляет ногу И никого нет И на самом деле Тут уже надо разбираться Не позиционно, да Потому что номинально Это, может быть, позиция Там Веры Симоновской Левого защитника Но была, не знаю, затоптана Рослыми футболистками ЦСКА Где тоже была такая игра Без преимущества Кого-либо А Федорова подает И мяч миновал Упавшую футболистку И уже удара Думаю, что, конечно, футболистки Локомотива будут Стараться одержать победу В той игре, как и в любой другой Но, тем не менее А вот удары Вот тут уже глядящего Который вернулся И помог Федорову оттеснили от мяча Белова Передача, да В понятную зону На Морину Но уж очень такая Она получилась непростая Татьяна, правда, тут Спасибо режиссеру трансляции Также защитники Или заплатишные Днила Шадрина Будет на вес сочними Да, будет Абы уже начали вносить Ну и дается исток В начале второго тайма Сейчас, конечно, на этом мокром поле Где-то могут бутсы не удержать Ух, такой получается прострел Который могут хорошо обработать мяч Козыренко Пробегает мимо Морозова Очень легко Козыренко, удар И рядом со штангой мяч проходит Ну что ж, сейчас Татьяна сделала все здорово И может только сама на себя Да, хороший эпизод Вот отсюда будет хорошо видно Насколько мяч прошел мимо Ну, совсем чуть-чуть Уже есть свободная зона Симановская против нее И... Да, мяч попал, так сказать Скорее, там уже в спину Сочневый Греченко сыграет Ух, неудачный отскок Какой мяч застревает Чистаколе ног Федорова Пробивает Ну, здесь уже Болистки Зенита Так, в настоящем автобусном стиле В игру Снова мяч у Болисток Локомотива Еще одна передача Козыренко Греченко Браво Но вот это уже После этого не успела Обратно его себе вернуть И пошла передача на Козыренко Положение вне игры, да С Кожниковой Вела борьбу Именно поэтому Оказалось, Машина Не во всаде Передача И вот тут Ника Белова Попади по мячу И да, видим ее Сожаление Думаю, тоже Пока Локомотив Дважды выбывал На стадии полуфинальной В 18-м году Ступил В 19-м Рязани В ДВ Ну и предупреждение В итоге Вели борьбу Удар дальний Получается Вот такой вот У Асу Абдулина Туда в центр На Федорову Федорова Пробивает И очень опасный удар Ситуация в пользу Петербурженок А вот Рузина И подскользнулась Пробила Красивый прыжок Греченко Мы увидели Согласитесь Несмотря на те моменты Которые Локомотив создал Так, Хотарева Передача И Юлия Греченко Такие Интересные Перспективы Хороший выстрел Кстати, был у Коровкиной Может быть, да По центру ворот Но сильный, плотный удар И Греченко успела Сочнева Вот ее Как раз попытка обыграть Тут уже стелятся Футболистки Белова Можно пробивать по воротам Миклашевич ногами Отбивает Вот это момент Отдает доиграть Все На этом все И Зенит Выбывает Из Кубка России Проиграв Сразу же в своем первом поединке Это была Первая Кубковая встреча команды Хорошая битва Я думаю Вы Наверняка Довольны Просмотром этого поединка Локомотив Ну, наверное, все-таки По совокупности Был Сегодня в ПСИЧ Пять Сыграет с Зенитом Тоже будем надеяться Как раз-таки Выездная поддержка И в том числе На играх женского Кубка России